Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. И сегодня я хочу снять для вас видео о пустых баночках, потому что пустые баночки у меня просто катастрофически складируются в моем ведре, перестают помещаться, поэтому у меня сегодня, как обычно, ведро еще немножко. Ну и давайте начнем. Я буду доставать просто их вот один за другим, как бы никакого порядка соблюдать не буду. И первое, что я хочу вам показать, это яйцо. У меня закончилось второе яйцо из моего знаменитого набора. Это гель для умывания. Я не могу сказать, что я им довольна. В нем содержались мелкие скрабирующие частички. В общем, да, он неплохо очищал кожу, но ничего сверхъестественного. Поэтому я... Да, мне было интересно, я рада, что попробовала, но я не повторю покупку, в принципе, ни одного яйца из этого набора. Следующее, что у меня закончилось, это маска для волос от Русского Поля. Это укрепляющая маска с гранатом, и она просто великолепна. Я наносила ее где-то за полчаса, минут за 40 до мытья головы. Я в совершенном восторге от этой маски. И вот эту покупку, я однозначно повторю, покупала я ее в фикс прайсе. Здесь у нас 250 миллилитров. У нее просто обалденный запах, и я вымазала ее вот просто всю. Когда у меня эта маска заканчивалась, то в последний раз я просто волосами в баночке протирала, чтобы побольше легло на волосы. Мне очень она нравится, волосы после нее здоровые, красивые, блестящие, такие тяжеленькие. Мне кажется, что их много, и поэтому, да, я в совершенном восторге. Я однозначно куплю эту маску снова. Ну или попробую какую-то еще от этого Русского Поля, но буду помнить, что вот эта укрепляющая с гранатом, она просто великолепна. Следующая маска, которая у меня использована, это вот такая маска омолаживающая для лица и шеи от компании Флорисан. Покупала я ее, по-моему, в Ашане. Я ничего хорошего сказать о ней не могу. Она, да, напитывает кожу, увлажняет ее, но никакого вау-эффекта не происходит. Мало того, у нее еще не самая удобная вот эта вот тканевая маска, которую нужно наложить на лицо. И поэтому, нет, я не повторю эту покупку, но это было интересно. Следующее средство, которое у меня закончилось, это скраб Гамаш с мякотью грейпфрута от компании МакГраф, также купленная мной в фикс-прайсе. И это скраб для тела. У него не крупные скрабирующие частицы, но за счет того, что в этом скрабе содержится еще и Гамаш, он очень здорово очищал и массировал кожу. И, в принципе, это средство мне понравилось. И вполне возможно, что я куплю его снова, если не увижу ничего новенького и интересного. Так, да, очень достойное средство. И, в общем, я как бы им очень довольна. Следующее, что я выкидываю, это мгновенный восстановитель от компании Флорисан с кератином и витамином Е, интенсивное восстановление. Для окрашенных волос, что я могу про него сказать? Мне он совершенно не понравился. Если, по-моему, я в уходе за волосами вам его показывала, и, в общем, неплохо о нем говорила. Но чем больше его пользуешь, тем хуже все становится. Он становится очень мутный. Мало того, от него не самое чистое, вот эффект вот этих несвежих волос, то есть нанес, и такое ощущение, что ты не мыл сегодня голову. Естественно, мне это совершенно не нравится. Кроме того, у Флорисана просто беда с дозаторами, вот с этими, со спреями. И наносить его, это просто мука. Все течет по рукам, там, прям до локтей. Поэтому, нет, однозначно, я не куплю такой второй раз. И вообще, наверное, я у Флорисана больше средств для волос покупать не буду. Потому что это второе. Первое был знаменитый активатор роста волос, который я усиленно добрызгиваю, потому что, в принципе, он у меня никаких отрицательных эмоций не вызывает. А вот с этим я вообще не смогла подружиться. Одни только отрицательные эмоции и мутная розовая жидкость. В противоположность вышесказанному, как обычно показываю вам свою очищающую маску от Флорисан, которая куплена в фикс прайсе, в совершенном восторге вот от этого средства. И вот выкинутый спрей для волос вот за эту маску я им прощаю, потому что мне очень нравится. Она действительно очищает поры, действительно устраняет черные точки, действительно снимает воспаление, делает все, что обещала. И, в общем, на самом деле, обалденская вещь. И я в эту маску по-прежнему влюблена. И очень рада, что купила себе вторую такую. Прям у меня сегодня какой-то маски на выброс, наверное. Следующая маска, которая у меня закончилась, это моя любимая гарниер 3 в 1, чистая кожа, гель, скраб и маска. В основном, пользуюсь этим средством именно как маской, наношу его, жду, пока высохнет, она такая белая, хожу приедением по дому, а затем я мочу и уже скрабирующими частичками обрабатываю кожу. Очень мне нравится, однозначно повторю я эту покупку, может быть, только чуть попозже, потому что сейчас как-то у меня вот много всего, и скрабов, и масок, и масок, поэтому пусть она немножко подождет своего часа, а у меня кожа от него отдохнет. И вообще, я считаю, что вот эта маска заменяет 2 вот таких яйца. Это вот мое мнение, и поэтому, естественно, я лучше куплю себе гарниер, чем буду маяться с Тони Молли, заказывать его где-то там покупать. Я в совершенном восторге от этого средства, и рекомендую вам к нему присмотреться, особенно тем, у кого дети, подростки. Мне кажется, что для подростковой кожи он будет вообще великолепен, потому что даже мою зрелую он очень здорово успокаивает. Закончился у меня вот такой гель-скраб для душа. Это, кстати, также от компании Флорисан. Это линейка фитнес-боди, и я вот тут вот, я в косяках, я покупала этот гель-скраб в смысле, что это скраб, а оказалось, что это гель. Гель для душа обычный, апельсиновый, приятно пахнущий. Единственное, что может быть, можно отнести к его свойству, стимулирующему похудение, скажем так, мне кажется, что он чуть сильнее разогревает кожу, чем любой другой. То есть у меня вообще очень интенсивная такая жесткая мочалка, и когда тру свое тело, да, вот с каким-то моющим средством, я в принципе краснею. Но вот с этим гель-скрабом, мне кажется, чуть посильнее краснела кожа, но заявленного эффекта микромассажа, который Флорисан обещает, я как-то особо не заметила. Но вообще ничего плохого про него сказать не могу, и если вдруг случится такое, что у меня не будет геля для душа, а в магазине будет вот он, я однозначно его куплю, потому что он очень неплох. Стабильный гость моих корзинок, лак Тафт, густые и пышные. Как обычно, обожаю этот лак, укладываю волосы с его помощью, и в принципе ничего лучше пока для себя не нашла, поэтому пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться. Следующее средство, которое я хочу вам показать, крем-мыло жидкое, 7Ways из магазина FixPrice, и это энергия морских минералов. Мне это мыло не очень понравилось. У него очень химозный запах. Мне как-то в комментариях написали, что нюхать в магазине нельзя. Я, если честно, перестала это делать, устыдилась и перестала это делать. И вот когда я принесла домой вот это мыло, я поняла, что лучше бы я нюхала в FixPrice всю продукцию, потому что мне не очень нравится запах. И, видимо, за счет того, что, ну, предположим, что здесь действительно минералы, оно не очень хорошо умылилось, оно не было таким именно вот кремовым. Первое мыло, которое я пробовала с яблоком и орехом макадамии, мне понравилось значительно больше. Сейчас у нас третье мыло с овсяным молочком, оно мне тоже больше нравится. Поэтому вот такое с морскими минералами я больше не куплю. А вот, в принципе, это мыло мне по-прежнему нравится. Закончилась у меня первая репейная маска с керамидами, также из магазина FixPrice. Здесь у нас 250 мл фирмы Apotex. Мне очень нравится эта маска. Мне нравится в ней все. Мне нравится запах, мне нравится консистенция, мне нравится, как она действует на мои волосы. У меня второй такой флакончик, я им пользуюсь и куплю себе третий, но, наверное, уже с протеинами и витаминами. Если опять в магазине, не забуду, что с керамидами у меня уже две было. Вот. Рекомендую всем к ней присмотреться. Единственное, что, может быть, она не очень подойдет для вот очень плотных волос, да, очень толстых волос, я имею в виду, в срезе, потому что она делает волосы чуть более жесткими, чем вот они вот есть. Поэтому, если у вас густой волос, именно вот толстый в срезе, может быть, это не ваша маска. Если вы такой же обладатель вот таких вот легких, пушистых, не самых густых волос, то да, эта маска для вас, она суперская, мне она очень нравится, и я до хрипоты могу говорить о том, что она прям вау-вау-вау. Следующее, что отправляется у меня в мусорку, это вот такая сушка для лака от компании Фаберлик. Она загустела, она стала не очень хорошо ложиться мне на ногти, и вообще я могу сказать, что сушка от Фаберлик мне не очень понравилась. Вряд ли я повторю такую покупку, но вообще я ее так на самом деле не покупала. Мама дарила мне ее на Новый год. Я на самом деле удивлена, что она так достаточно быстро загустела, как-то вымазалась, и в ней появились пузырьки, и она стала делать пузырьки на ногтях, поэтому нет. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая помадка, чуть розоватая, про фреш, земляника и ромашка. Покупала я ее, кстати, очень давно, но я тогда покупала прям несколько сразу помадок, и мне она очень нравится, здорово увлажняет. Она, конечно, не даст такое вот прям, знаете, жирное-жирное вазелиновое покрытие губам, но такое, может быть, даже чуть восковое покрытие дает вот эта помадка, но вообще она справляется со всеми своими функциями, защищает от обветривания, увлажняет кожу, в общем, ну а что еще нужно, хорошо впитывается. Покупала в Ашане, стоила она вообще копейки, по-моему, даже меньше 20 рублей. Поеду в Ашан, когда закупаться, наверное, присмотрюсь и, может быть, даже прихвачу пару таких. У меня закончилась парфюмерная вода от Элизабет Орден «Зеленый чай». Не так давно показывала ее вам в видео о своих парфюмах. Вот как раз все, я после этого видео там несколько раз ей брызнулась, она у меня закончилась. Говорила уже о том, что это аромат моей юности. Я, если честно, думала, что не куплю ее снова. Но когда последний раз я ей брызнулась, Сережа мне сказал в машине, ой, как ты у меня вкусно пахнешь. Что-то я подумала, может быть, я ее еще и куплю. Ну и осталось у меня две хозяйственных вещицы. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой освежитель воздуха от линейки «365 дней», купленная мной в магазине «Лента». Запах морской бриз, и я вам могу сказать, что мне этот освежитель воздуха очень понравился. Он, конечно, не амбипюр, да, он, конечно, собой запах не заменяет, не устраняет, но, в принципе, да, он выполняет все функции, которые должен выполнять освежитель воздуха. Если вспомнить, сколько он стоил, а стоил он прям мало-мало, он, да, хорош. Здесь 300 миллилитров, и вот, ну, на самом деле, хорошая вещь, почему бы и нет. И последняя упаковка, которая отправляется у меня в мусорку, это гель для стирки черных тканей, купленный мной в магазине «Фикс Прайс» от компании «Вистар», наверное. На самом деле, этот гель у меня еще не закончился, но я перелила его вот из этой упаковки в бутылку из-под геля для черного от «Клинок». Нравится мне этот гель для стирки, почему бы и нет, я однозначно эту покупку повторю. Я просто поняла, что я не хочу хранить вот эту вот упаковку до тех пор, пока он у меня из той упаковки закончится. Поэтому, да, суперская вещь, да, куплю снова, да, рекомендую. В общем, вот. Как видите, накопилось у меня прям много пустых банок, что-то у меня в последнее время средства прям вот заканчиваются. Но, может быть, это обусловлено тем, что я именно целенаправленно их добиваю. Я благодарю вас за то, что вы провели все это время со мной. Это было все, что я хотела сегодня сказать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте, возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго! До свидания!